Сегодня в Дворце культуры молодежи прошла пятая в этом году ярмарка вакансий. Ее организовали городской отдел занятости и социальных программ совместно с областным обществом инвалидов Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Соискателям было представлено почти 500 вакансий. О потенциальных работниках и работодателях расскажет Роман Копняев. Сегодняшняя ярмарка вакансий, которая проходит во Дворце культуры молодежи, вызвала небывалый интерес уральцев. Здесь очень много молодежи, представлено несколько сотен вакансий. Как отметили организаторы, в предыдущих четырех ярмарках приняли участие более 227 работодателей и 9 тысяч уральцев. На постоянные рабочие места были трудоустроены более 250 безработных. Еще полсотни уральцев устроились на социальные рабочие места, молодежную практику и общественные работы. Сегодня ярмарка вакансий представлена около 65 работодателей, представили около 480 вакансий. Выбор профессий очень разнообразный, как для женщин, так и для мужчин. Имеются очень разные специальности, поэтому я думаю, те, кто сегодня пришли на ярмарку, найдут в себе художе свою профессию. Среди соискателей молодые люди, только что закончившие вузы и колледжи. Условно осужденные граждане – люди с ограниченными возможностями. Когда мы подаем обвеление, у нас поступает до тысячи резюме. И из этих тысяч только буквально 15-20% мы находим профессиональных специалистов, которые будут востребованы в нашей компании. Сегодня мы участвуем в поиске сотрудников, которые будут по состоянию здоровья, по каким-то причинам не могут посещать свою работу. Но при этом у них хорошая дикция, и мы берем людей, которые имеют инвалидность. Наша компания ежегодно посещает ярмарки вакансий. Ярмарка вакансий помогает как работодателям, так и соискателям сориентироваться на рынке труда. Всего участие в ярмарке приняло около полутора тысяч человек. У меня специальность международные отношения, то есть знание языков у меня английский и немецкий. Ну, так, в принципе, вакансий есть, но очень мало. Таких программ в компании только жадят меня, если честно подходящие. Окончательные итоги ярмарки подведут позже, после изучения работодателями всех резюме. Роман Котняев, Айбулат, ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.